Таджикистан получит 150 тысяч доз вакцины коронавак из Китая. Препарат поступит в республику уже в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе Минздрава. Но сейчас в стране продолжается вакцинация. Людей прививают в медучреждениях и на предприятиях. Зарина Абдуназарова подробнее. В Таджикистане прививки от коронавируса сделали уже более 35 тысяч человек. Первыми вакцинировались врачи, военнослужащие и учителя. Теперь на очереди работники средств массовой информации. У медпункта сотрудники всех государственных телеканалов и радиостанций. Многие ждали этого дня давно, хотели получить защиту от инфекции. Некоторые наши коллеги успели вакцинироваться в конце прошлой недели, поэтому дают совет не волноваться. Сначала было легкое головокружение, но на второй день все прошло. Сегодня четвертый день после прививки и у меня все нормально. Мы работаем с населением, поэтому в ответе и за себя, и за людей. В первые дни чувствовал недомогание. Сейчас все хорошо. Думаю, каждый должен пройти вакцинацию. Это нас убережет от второй и третьей волны. Многие жители республики волнуются за того, что прививают препаратом компании Астразенека. Боятся побочных эффектов. Но Минздраве уверяют, компания проходит без осложнений. После иммунизации в основном это ожидаемые проявления в виде высокой температуры, лихорадки, обморока, боли в мышцах и так далее. Это незначительные проявления, которые проходят без медицинского вмешательства в течение одной или двух недель. Тяжелых поствакцинальных проявлений на данный момент в республике не зарегистрировано. Вакцинация в республике проходит в Рамазан. В Совете улемов Таджикистана успокаивают. Это не противоречит канонам ислама. Препарат вводится путем инъекции, необходим для сохранения здоровья человеку. А значит, не нарушает пост. В конце мая в республике ожидают еще одну партию препарата. Тогда стартует второй этап прививочной кампании. Вакцинировать будет людей старше 60 лет.